Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 февраля. И вот только вчера я показывала вам, что свои посевы, где много семян, там и сходы хорошие, и все. И вот эту козулю показывала, что вот эти иностранцы, как раз козулю ждала, она вышла в шапочке. То ли будет с нее, то ли нет. И уже много комментариев пришло, что покажите потом, что с ней будет. И вот сейчас я хочу поговорить на тему, как снять вот эту шапку с рассады космонавта, который вот у меня еще последние две вылезли. Видите, сеянец вырос, шапка не... осталась семенная коробочка. Многие пишут, начинают снимать руками вот так. Отрывается листок, повреждается рассада. Я сейчас все расскажу о причинах возникновения вот таких вот космонавтов томатов. Но это не только томаты, это и перцы очень часто, даже чаще, чем томаты. А про козулю сейчас расскажу. Вот вчера я взяла, перед тем, как вынести на солнце, вот таким вот опрыскивателем, смочила я эту шапочку. Вот видите, шапочка намокла. И я выставила ее на солнышко. Я прекрасно знаю, что солнце и мертвого разбудит. И я подумала, если козуля жизнеспособна, если у нее шапочка будет мягкая, мокрая, солнце ее разбудоражит, даст ей толчок, и она шапку эту сбросит. Она должна сбросить, потому что жизненные силы, они все равно, ну, должны какие-то быть в ней. Хоть она была маленькая такая, заморышем. И сразу в этот же день, я же говорила, что солнце мертвого разбудит, когда я пришла забирать лоток, чтобы занести домой, я нашла козулю вот в таком состоянии. Никакой шапки не было, я ее даже и близко не нашла. Она, видать, как рванула, выстрелила, ну, как дернула, выстрелила, и эта шапочка куда-то улетела далеко и надолго. Вот эта козуля все-таки осилила свой скафандрик, скинула каску. Ну, теперь я буду за ней наблюдать, буду ее выращивать, пусть хоть одна будет. А вторая, которая второе должно быть, вот здесь семечко, все-таки оно не вылезло. Ну, там пишут комментарии, что ждите, может, у кого-то, у одной зрительницы полосатый шоколад на 14-й день вышел, так что еще можно ждать. Что я сделала? Правильно, вот там мне писали, что нужно те места, где не взошло, помочить. Конечно, я это место, где ожидается вот этот вот росточек, помочила, помочила еще вот эти два места. И почти все томаты, хоть с опозданием, но вышли, показались. И вот показалось опять два космонавта в шапках. И я сейчас расскажу, почему у нас вот эти сеянцы не сбрасывают свои вот эти шапочки, семенные коробочки. Я в прошлом году писала статью очень подробную с указанием всех-всех причин. Сейчас расскажу быстро. Причины могут быть в наших действиях, или мы неправильно при посеве себя ведем, или в качестве семян. Вот смотрите, если вы посеяли, например, ну я вот показываю, вот у меня здесь много сортов. Если вы посеяли много-много сортов, ну или даже здесь, пусть хоть пореже, но все равно их здесь много, и вылезли, когда сеянцы, то половина из них не скинула шапку, то скорее всего вина ваша. Потому что это значит или мелкая заделка семян, или недостаточное увлажнение грунта, или то и другое. Вы понимаете, если грунт суховатый, семечко не разбухает до такой степени, оно не становится мягкое, эластичное. И когда росток идет сквозь это, ну как сквозь тот слой грунта, пусть там полтора-два сантиметра, у кого сколько, оно не успевает как содраться с него, скинуться. Особенно если слой маленький, если там всего сантиметр, некоторые вообще не глубоко, 0,5 миллиметров, полсантиметра высаживают, оно быстро раз выскакивает, и это семечко, оно не успевает сняться с него, особенно если оно сухое. Поэтому я всегда говорю, я проливаю, почву сильно не поливаю, но грунт проливаю, вот те редки, где сидят они, прям высаживаю в грязь, в жижку, а мишряди остаются сухими. И тогда семечки, они намокают, они разбухают, и все, 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 ну вот, например, вот эти вышли, вообще ни одной шапочки не было. Но есть причина и не в нас. Как можно узнать? Смотрите, если сортов много, все вышли без шапок, но одна вот такая козула, и еще одна вот этот сорт, вышли в шапки, это значит не в нас. Значит, мы все сделали правильно, раз остальные все нормальные, вышли без шапочек, не космонавты, значит, это ослабленное семя. Значит, вот эта семечка и вот эти две, мы можем предположить, что они будут немножко хиленькими, значит, им просто не хватило сил, и грунт был влажный, и заделка была на ту глубину, на которую нужно, но все равно им не хватило силы снять вот эту мягкую, размоченную шапочку, скинуть. Ой, смотрите, у меня на глазах еще один космонавт сдернул свою шапочку, но она правда осталась, это чудо, мы присутствуем при сбрасывании каски. У космонавта вот только что было два космонавта, остался один. Вот что значит, я намочила, я сейчас прям при вас сбрызнула, она стала мягонькая, и растение, хоп, и избавилось от этой каски. Вот, как снять шапку? Конечно, вчера говорили, можно тампончик намочить ватке, это мне предлагали, и повесить вот сюда, прям на эту, на шапочку, но я так не делаю, потому что это очень, ну, такое, такое, очень кропотливое действие. Я просто смачиваю, некоторые капают, шприца капельку, кап, и капелька это размачивает, короче, любыми способами нужно размочить эту каску, и растение, оно само ее сбросит. Все, а почему возникает, я вам сказала, сухой грунт, неглубокая заделка, и третье, это слабое семя. Вот видите, некоторые семечки, вот, только сегодня еще вылазят, это значит, что одно семечко было послабее других, эти уже скоро листочек настоящий покажутся, но я рада, что у меня ожила козуля, сбросила свою шапку, теперь она уже не космонавт, космонавт у меня остался один, но я думаю, что сегодня надо еще смочить, сухая еще, сегодня и он скинет шапочку. Все, вот это о томатах-космонавтах, которые добровольно не хотят снимать свои касочки, нужно освободить их от скафандров, смочить вот эти семенные коробочки, а дальше они все сделают сами. Все, до свидания. Продолжение следует...